МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О событиях субботы 27 июня в материалах корреспондентов программы «Время». Путёвка в Тунис теперь сжёт руки детали кошмара, который устроил одиночка с автоматом. Белый дым, вспышка, море огня. Свыше 200 пострадавших в больницах после дискотеки на Тайване. За два дня намочило на неделю вперёд, и будет ещё последствия ливня в Центральной России. Денег нет и не будет. Судьбу астрономического внешнего долга Греция хочет решить всеобщим голосовать. Берут, не разбирая студента со срочками, попали под мобилизацию в Харькове. Главная победа – это они сами, дети, у которых был рак. Премьер поддержит иных взрослых. Рап-лампы позапрошлый век. Человек в плену интернета выйдет на сцену чеховского фестиваля. С дороги медведи-попрошаек для их же безопасности уводят подальше от людей. В последние минуты появились новые данные о террористе, который устроил стрельбу на пляже в тунисском городе Сусе и убил, по точённым данным, уже 40 туристов. Британский канал Sky News показал фото, на котором мужчина в чёрной майке и шортах идёт по песку, держа в руках автомат. На заднем плане около 10 человек смотрят в сторону стрелка. По информации Sky, со слов очевидцев, он был очень спокоен. Ещё, но это не подтверждено изобразительным рядом, когда преступник открыл огонь, видевшие это люди стали бросать в него куски цемента и кирпичи. По сведениям, к этому часу 40 человек пострадали в результате этого теракта. Неясная судьба одной россиянки. Она должна была в тот момент находиться где-то в отеле, но ни в каких списках её нет. Из Туниса в прямом эфире к нам присоединяется корреспондент Первого канала Георгий Алисашвили. Здравствуйте, Георгий. И что у вас происходит в эту минуту? Здравствуйте, Виталий. СУС сейчас меньше всего похож на туристический город в разгар курортного сезона. Отели, прибрежная линия, а это знаменитые пляжи с белым песком, сейчас практически опустили. Редкие отдыхающие обсуждают не столько планы на вечер, сколько новые данные о количестве жертв. Погибших уже 40 человек, раненых десятки, среди них гражданка России. На этих кадрах видно, как спасатели оказывают помощь россиянке Екатерине Хоменко. 30-летняя москвичка попала под огонь террориста прямо на пляже. Она в тот момент лежала в шезлонге, пуля попала в плечо. Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Ночью была операция. Врачи говорят, сейчас жизни туистки ничто не угрожает. Между тем остается неясной судьба матери Екатерины Татьяны в Сусе. На том самом пляже они отдыхали вместе. Сейчас она считается пропавшей без вести. Опознаны пока не все тела, только 17. Однако в списке раненых Татьяны Хоменко нет. Ее судьбу сейчас выясняют сотрудники российского посольства в Тунисе. Новую информацию они обещают не раньше понедельника. Все ждут официального заявления тунисских властей. Случившийся шок еще и потому, что СУЗ – популярное место отдыха россиян. Мы здесь встретили много наших соотечественников. Среди них есть и очевидцы, свидетели, которые рассказывали нам, что охрана отелей была откровенно не готова к нападению. И секьюрити вместе с анимацией бежали вместе с нами. То есть охрана убегала тоже? Ребята, а вы что, а чьи мы бороться, рациями швыряться, что ли? Охрана бежала с нами, секьюрити и анимация. Единственное, что охрана хорошо передала, охрана кричала «Go away». Уходите. Тем не менее, многие решили продолжить свой отдых, несмотря на страх, от которого, конечно же, сложно избавиться. От любого крика, шороха, там люди шарахаются, боятся. Потому что девушка там ребенком игралась, просто крикнула, народ уже чуть ли обратно не побежал в гостиницу. То есть люди так на грани истерики? Да, 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 все боятся. Думают, мало ли, еще может помимо пляжа, еще могут что-то взорвать или что-то в этом роде. Мы не так давно тоже гуляли по пляжу. Вы знаете, попасть под черную полу – это ужасно. В Тунисе сейчас объявлена максимальная террористическая угроза. Крупные города фактически наводнены полицейскими, военными, сотрудниками силовых структур в штатском. Собственно, мы сами это почувствовали на себе. Как только мы начали снимать на улицах Суса, к нам тут же подошел человек в штатском, попросил наши документы, представился, показал свои, посмотрел наши бумаги и также незаметно растворился в толпе. По всему видно, что тунисские власти опасаются повторения вчерашней террористической атаки. В то же время на месте вчерашнего теракта уже сняли оцепление и сегодня вечером там уже гуляли отдыхающие. Виталий. Георгий Алисашвили в прямом эфире из Туниса. После теракта аэропорт Монастир, один из крупнейших в Тунисе, фиксировал сегодня рекордно низкое количество прилетающих на отдых. Но и туда самолеты уходят не порожняком. Рейс из Москвы отправился в 2 часа дня. Пассажиры поделились, почему они все равно летят. Я хотела сдать билеты, получить какие-то деньги обратно, потому что страшно действительно лететь. Но мужчина все-таки настоял на своем, поэтому все-таки хорошо. Была мысль отказаться? Была. Была. Ну а почему в итоге все-таки не отказались? Чемоданы были собраны. Были мысли отказаться. Ну решили, не знаю, попробуем, посмотрим. Мы надеемся на лучшее. Не будет же каждый день бомбить, стрелять. Те, кто в такой ситуации решит все-таки остаться дома, сейчас, конечно, хотели бы знать, какими могут быть финансовые последствия отказа от поездки. За информацией мы обратились в Ростуризм. К сожалению, сейчас туроператоры деньги именно на основании закона не могут вернуть. Во-первых, у них уже нет этих денег, они их уже оплатили и авиакомпании, и отелю. Поэтому сейчас я хочу посоветовать всем туристам, которые совершенно справедливо опасаются ехать в Тунис, все-таки пытаться договариваться с вашим туроператором о том, чтобы либо перенесли на более поздний срок вашу поездку, либо, может быть, при возможности поменяли страну. Туроператор может вернуть деньги только если Министерство иностранных дел Российской Федерации сделает рекомендацию о нежелательности посещения страны, ну, в данном случае, Туниса. О таких рекомендациях, по крайней мере, к этой минуте ничего не известно. Напомню, наши дипломаты в Тунисе заняты поисками матери российской туристки, раненой при нападении террористов. Многие иностранные граждане, находившиеся на отдыхе, решили его прервать досрочно. Среди них и те, кто все видел или слышал стрельбу. Подолжит Павел Матвеев. Самолеты западных авиакомпаний летят в Тунис почти пустыми. Возвращаются битком. Желающих уехать с курортов больше, чем приехать. Пусть даже для этого приходится жертвовать частью отпуска. Пусть даже трагедия разворачивалась не на глазах, а просто была где-то рядом. Мы чувствовали, что в безопасности, но после того, что случилось, это ощущение ушло. Мы были на другом курорте, злополучный отель в 40 километрах от нас. Но ведь террорист точно так же мог прийти и на наш пляж. Если я останусь здесь, не буду чувствовать себя спокойно. Эти кадры позволяют представить себе чувства тех, кто своими глазами видел и своими ушами слышал. Стрельба прекращается только для того, чтобы перезарядить автомат, который террорист поначалу прятал в зонтике от солнца. Выстрелы сначала на пляже, потом на территории отеля, потом в здании. Тунисцев стрелок не трогает, кричит «прочь с дороги», охотится за иностранцами. Люди бегут в рассыпную, как в страшном сне, когда убегаешь со всех ног, а убежать все не можешь. Только это был не сон. Под окнём мы бежали кто куда мог, спасая свои жизни. Оказались в тупике, в коридоре, думали всё. Но удалось всё же спрятаться в какой-то комнате. Забаррикадировали дверь, легли на пол и ждали, пока не стихло. Когда наконец выполнил свою работу спецназ, убийцу тоже настигла пуля. Позже стало известно, кто он. 23-летний Сейфуддин Риски. Студент, получавший мирную специальность инженера-электрика. В МВД Туниса заявили, что им террорист ранее не был известен и ни в каких списках не значился. Между тем, ответственность за бойню уже взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», назвавшая убийцу воином халифата, а отель – борделем. Действительно ли ИГИЛ руководила атакой, или Риски провёл её по собственной инициативе? Возможно, поможет понять найденный полицейскими мобильник террориста. Тот выбросил его в воду. Вообще, в истории ещё много неясного. Например, теперь сообщается, что стрелок был один. Но кто тогда те двое, о задержании которых сообщалось по горячим следам? Задержания-то были, о чём говорят эти кадры. Полиция кого-то скручивает, сажает в машину и увозит под крики собравшихся рядом людей, готовых его линчевать. Нет ясности и с окончательным числом жертв. Данных нет даже у первых лиц. Мы работаем с властями Туниса, чтобы выяснить точное число погибших британцев. Но, боюсь, страна должна быть готова к тому, что их будет много. Мы делаем всё, чтобы помочь пострадавшим. Это ни в чём не повинные люди, которые наслаждались жизнью в отпуске в компании друзей и близких. Жертвы теракта, как и жертвы атак в Кувейте и Франции, ни для кого не представляли никакой угрозы. Но получилось, что от угрозы не уберегли их самих. От линий воды до здания отеля 200 метров. Поливший из автомата убийца преодолел их совершенно спокойно, хотя отель считался хорошо охраняемым. Секьюрити, пост полиции. Уверяю вас, что служба безопасности ошибок не допускала. У нас на пляже 5-6 охранников, но оружие им не положено. Как они могут защититься сами и защитить отдыхающих, когда против них человек, вооружённый автоматом? Тунисские власти, получается, не сделавшие или просто не успевшие сделать выводы после мартовского теракта в столичном музее, теперь реагируют быстро. Объявили дополнительный призыв резервистов в армию, намерены пресечь деятельность неподконтрольных государств и мечетей, которые были замечены в пропаганде радикальных взглядов. Мы намерены в течение недели закрыть около 80 мечетей. Решение уже принято. Министр внутренних дел получил необходимые инструкции. В Тунисе не должно быть мечетей, которые функционируют без оглядки на законы страны. За прошлый год Тунис посетили 6 миллионов туристов. В стране нормально относятся к западному образу жизни, разрешают алкоголь. Пляжная трагедия – страшный удар по репутации страны и ее экономике. И власти теперь будут делать все, чтобы сгладить последствия, раз не смогли предотвратить. Павел Матвеев, Анна Ток, Первый канал. Теперь о чрезвычайном происшествии на Тайване. Почти 230 человек пострадали во время пожара на дискотеке в аквапарке города Синьбэй. На этих кадрах видно, как на танцполом распыляется какой-то порошок. Через несколько секунд, охотушие людей, белое облако вспыхивает. Посетители охватывают пламя. Они в панике разбегаются, некоторые бросаются в воду. По словам врачей, почти у половины пострадавших оборжено более 40% кожи. Сейчас полиция допрашивает организаторов дискотеки. По предварительной версии, причиной пожара могла стать ошибка пиротехников. Менее чем за сутки на центр России выпла 3 четверти месячная норма осадков. Она может быть превышена уже в воскресенье. Оранжевый – предпоследний уровень опасности объявлен сразу в нескольких регионах из-за сильных ливней. В Московском их пик пришелся ночные и утренние часы. Подтопило несколько улиц в столице. А в пригороде можно было наблюдать вот такую картину. Вода бьет оттуда, куда, по идее, должна стекать. На одном из участков Минского шоссе размыло грунт. Повреждения ликвидируют. Водители просят быть аккуратнее. На большой екиманке Порше на огромной скорости врезался в столб. Кономарку разорвало на части двое погибших. Один из них – сын губернатора Иркутской области, который шесть лет назад сам разбился при крушении вертолета. Затоплена целая улица во Владимирской, Тверской, Брянской областях. По прогнозам синоптиков, не стоит ждать улучшения погоды и завтра. В ближайшие сутки дождливая погода на большей части европейской территории сохранится. Будет связано опять же с выходом очередных южных циклонов. На востоке Центрального округа мы еще ожидаем местами сильные ливни, грозы, град, порывы ветра 15-20 метров в секунду. В Московской области очень сильные дожди. За ближайшие сутки может выпасть около месячной нормы осадков. Завтра температура с северным ветром понизится. Днем будет всего 15-17 градусов. И ночь прохладная – 11-13 градусов. В Сочи, откуда циклон пришел в Центральную Россию, с четверга выпало две месячные нормы осадков. Потоки на улицах были такими мощными, что вода легко сдвигала не только машины, но и дома. Есть подупреждение о новых ливнях со шквалистым ветром и градом. Из-за угрозы новых подтоплений и оползней спасатели просят людей быть осторожнее. Сотрудники МЧС на данный момент завершили аварийно-спасательные работы. Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков. Он находится в Сочи. Руководитель ведомства отметил, все службы сработали оперативно. Удалось быстро восстановить железнодорожное сообщение о работе аэропорта. Сегодня Греция, долги которой почти в два раза превышают валовый продукт, и европейские кредиторы обменялись заявлениями, смысл которых в том, что зона евро на пороге небывалого испытания. Последнюю минуту вторника, 30 июня, прекратится программа помощи Афинам, которые в свою очередь собираются ставить долговой вопрос на всенародное голосование. С подробностями Григорий Емельянов. Еще несколько дней назад еврочиновники ждали этого векенда с благостным оптимизмом. Но нельзя же не принять вообще никакого решения. Все равно как-нибудь договоримся. Но, похоже, стороны пришли за стол переговоров, каждая со своим вариантом действий, и оба исключали друг друга. Предложения кредиторов неадекватны, утверждает греческий премьер Ципрос. Решение греческого правительства неприятный сюрприз, отвечает Еврогруппа. Ход конем. Ципрос выходит из переговоров и предлагает вынести вопрос о финансовой помощи Греции на референдум. «После пяти месяцев сложнейших переговоров наши партнеры по Еврогруппе, увы, выступили с предложением, которое фактически является ультиматумом греческой демократии и греческому народу. Этот ультиматум идет вразрез с базовыми принципами и ценностями Европы. От греческого правительства потребовали, чтобы мы взвалили на плечи наших людей невыносимое бремя, которое уничтожит шансы греческой экономики на восстановление и не только сохранит неопределенность, но и увеличит социальное неравенство». Сказать, что в Брюсселе были возмущены, значит не сказать ничего. Ведь Ципрос мало того, что хлопнул дверью, так еще и велел Евросоюзу за захлопнутой дверью подождать. А именно предложил переговорщикам автоматически продлить программу помощи Греции, пока та не проведет этот самый референдум, на котором решит, нужна ли ей такая помощь. «Разумеется, Брюссель отказал. Программа помощи Греции завершится в ночь на среду». «Греческое правительство отвергло наши последние предложения и на этой негативной основе решило провести референдум, поставив перед народом Греции еще более негативный выбор. В этих условиях дальнейшие переговоры невозможны». «Ставки сделаны, решения приняты, и стороны перешли от тайных переговоров к публичной пикировке. И если не принимать в расчет взаимных обвинений, суть и у тех, и у других одна – конец Евросолидарности». «Предложения Еврогруппы не могли дать надежды ни народу Греции, ни инвесторам. Они предполагали ежемесячные отчеты под постоянной угрозой отказа от следующего транша. У нашего правительства нет мандата избирателей принимать такие решения. Но отказ дать нам короткую отсрочку, чтобы провести референдум, нанес тяжелый ущерб имиджу Еврогруппы. Возможно, непоправимый ущерб». «18 стран Еврозоны впервые выступили с заявлением без подписи Греции. 18 стран осудили решение Афина проведения референдума и прекращения переговоров с кредиторами. Естественно, представители Греции свои подписи не поставили». Почему в ЕС так боятся греческого референдума, понятно. Фактически на нем грекам зададут один, неважно, как сформулированный, но по сути простой вопрос, готовы ли вы и дальше затягивать пояса на условиях Брюсселя. Кто же согласится на непопулярные реформы, сокращение рабочих мест, приостановленную индексацию пенсий? И велик шанс, что измученные кабальной помощью греки скажут «нет». Но это означает, что вступит в действие план «Б», о котором в Брюсселе старались на людях не говорить. Дефолт. Брюссель этого не хочет, но не потому, что переживает за благосостояние греков. Условия финансовой помощи как раз благосостояния не предполагали. Просто дефолт означает, что плакали деньги, которые были вложены в Грецию и которые должны были вернуться с хорошим процентом. И еще, не исключено, что объявив банкротство, афины будут вытягивать экономику из ямы любыми, даже самыми радикальными способами, вплоть до выхода из еврозоны, что для ЕС, конечно, неравносильно краху, но может стать губительным прецедентом, если им решат воспользоваться другие страны Союза, также переживающие экономические трудности, такие как Италия, Испания и Португалия. Пока вопрос о выходе из еврозоны не стоит, говорят в Афинах. Там надеются, что до 30 июня кредиторы передумают и примут условия Ципроса. Тогда на референдуме греков будут призывать голосовать за финансовую помощь. Вот только вопрос, готовы ли уступить еврочиновники, привыкшие, что в ЕС играют по их правилам. Григорий Емельянов, Первый канал. Новости последнего часа из столицы Армении. Президент страны Серж Сарксян призвал участников митинга против роста тарифов на электроэнергию обсудить возможные пути решения проблемы. Такой разговор может состояться в ближайшие дни. Туда пригласят и представители демонстрантов. В свою очередь, собравшиеся в центре Еревана, по информации агентства ТАСС, не приняли предложение Сарксяна, чтобы правительство взяло на себя расходы, связанные с повышением цен, пока идет аудит компании «Электрические сети Армении». Уличные акции в стране идут 10 дней. В Ереване протестующие перекрыли проспект маршала Баграмяна. Глава полиции Еревана сегодня подтвердил, что этот митинг мирный, но пообещал реагировать на нарушения порядка, в том числе на попытки остановить движение на других улицах. Теперь Украина. Сегодня в Минобороны страны не исключили уже седьмой волны мобилизации. Шестая стартовала на минувшей неделе. По словам Петра Порошенко, в Донбассе сейчас стянута группировка в 60 тысяч военных. О методах пополнения рядов позволяет судить скандал в Харькове. Свежий, но далеко не единственный в своем роде. Репортаж Александры Черепниной. Кто не спрятался, тот в военкомат. Мобилизация в Харькове идет без правил. Законная отсрочка тоже не в счет. Студентов дневных отделений, не явившихся на медкомиссию, до экзаменов не допустили. Тех, кто врачей прошел, тут же отвезли в часть. И там их удерживают уже не первые сутки. Срочка до 30 числа. Нахожусь на дневном обучении. Плюс сдал экзамены в другое учреждение, он тоже на дневное прошел. Не выпускают. У ворот военной части все это время дежурят родители. В надежде получить хоть какие-то объяснения. Если сыновей не отпустят, обещают пойти на штурм. Настраивают людей, получается, против самих себя. Не дают возможности вовремя защитить и получить образование. От призыва не застрахованы и те, у кого отсрочка по состоянию здоровья доходит до абсурда. В Житомирской области повестку получил инвалид. Юрий Пьевчук из-за травмы позвоночника уже три года прикован к постели. Если бы я мог стоять на ногах, то уже был бы на фронте. Призыв, который все чаще напоминает охоту. Сотрудники военных комиссариатов могут запросто устроить облаву. Как это было в начале июня, когда рано утром 15 человек из киевского хостела прямо с кровати отправились в часть. А накануне военком неожиданно явился на сессию Харьковского горсовета. Повестки депутатам вручали под аплодисменты. Правда, из 11, значившихся в списке, в зале оказались только двое. Впрочем, забрать в армию могут и вообще без повестки. Все тот же Харьков. Среди бела дня на глазах у соседей и прохожих сотрудники милиции, один из них вообще в штатском, хватают за руку мужчину и обещают отправить воевать. Люди, ставшие свидетелями такого призыва, пытаются понять, в чем дело. Но вопросы остаются без ответов. Какую-то непонятную машину запихиваете. Непонятные люди. Шестая волна мобилизации стартовала на Украине на прошлой неделе. Свежими силами хотят заменить тех, кого призвали год назад. В Минобороны уже заявили, забирать будут и уже служивших в армии, и тех, у кого опыта нет. Все сначала пройдут обучение, в том числе у канадских военных. Об этом министр обороны Украины Степан Полторак договорился со своим коллегой из Канады, Дейсоном Кенни, который сегодня приехал с визитом во Львовскую область. В рамках такого сотрудничества канадцы собираются ввести на Украину часть своего вооружения. Что именно, не раскрывается. А вот о количестве украинских военных, находящихся сейчас на юго-востоке страны, вчера открыто заявил президент Порошенко. Оказалось, несмотря на хрупкое перемирие, Киев зачем-то подтягивает к Донбассу все новые силы. На сегодняшний день мы довели численность наших вооруженных сил в зоне антитеррористической операции до 60 тысяч военнослужащих. Раньше, даже в самые сложные моменты, было не более 30 тысяч. На бунт против мобилизации все чаще выходят женщины. В Днепропетровской области матери и жены устроили пикет у военкомата, заявив, что своих мужчин на войну не отпустят. Мого человека, брат, живет в Луганской области, он пьет против брата, он пьет его убивать? Нет. В военкомате протестующих заверили, пока это только проверка. Если она все же закончится призывом, женщины обещают пикетировать Министерство обороны в Киеве. Шестая волна мобилизации продлится до середины августа. Сколько всего человек призовут на службу, засекречено. Но то, что добровольцев становится все меньше, в военкоматах не скрывают. Обещая при этом, что недобора в армию не будет. Несмотря ни на что. Александра Черепнина, Ярослав Зорин, Первый канал, Киев. За время конфликта в Донбассе Украину покинули 900 тысяч человек. Статистику обновило управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Более двух третей переселенцев находится в России. Это подтверждает и наша миграционная служба. В ООН пришли к выводу, что в июне гуманитарная обстановка в Донбассе ухудшилась. Из-за обстрелов и значительных ограничений в свободе передвижения для местных жителей. О трудностях, которые людям создает установленный Киевом пропускной режим, мы рассказывали только накануне. Самолет МЧС сегодня доставил в Москву еще одну группу тяжелобольных детей из Донбасса. Всем им срочно нужна высокотехнологичная помощь и сложная реабилитация. Во время полета с ребятами находились медики и психологи. Прямо с трапа самолета каретами скорой помощи пациентов доставили специализированные столичные клиники. На юго-востоке Украины для их лечения сейчас нет ни оборудования, ни специалистов. Там никто не хочет браться, боится. Кто не берется, сюда вот поехали. Долетели нормально, все как бы вот настроение тоже так неплохо. Надеюсь на то, что как бы все получится хорошо, чтобы вернулись уже здоровые. Нынешний рейс не последний. В последнее всего почти за год на лечение в ведущие российские клиники доставлено более ста детей из Донецкой и Луганской областей. Десятки детей, уже справившихся с тяжелым недугом, съехались в эти дни в Москву для участия во всемирных играх победителей. Они будут соревноваться в различных спортивных дисциплинах. От шахмата и настольного тенниса до плавания и легкой атлетики. Первые старты показали, как сильна воля к победе у тех, кто еще недавно не мог даже самостоятельно ходить. Репортаж Натальи Юрьевой. Навстречу мечте, оставляя далеко позади два года химиотерапии и страшный диагноз лейкоз. Всего несколько месяцев назад Соня вырвалась из больничной палаты, в которой она, кандидат в мастера спорта по акробатическому рок-н-роллу, была прикована к кровати. И слабость, и боль пересилила. А вместе с ними ушла и болезнь. В начале болезни у меня отказали ноги, я вообще не могла даже встать. И какое-то время мне было просто больно повернуться на бок. И многие люди, даже большинство, я бы сказала, не помню, как они учились ходить, потому что они были маленькие. А я помню, потому что я училась ходить в 11 лет. Я очень счастлива, потому что я просто хожу. Ну, это не причиняет боль, что я могу бегать. Девочка уверена, участие в спортивных играх для детей, победивших рак, еще один шаг к ее мечте – вернуться в акробатические танцы. В Олимпийском комплексе «Лужники» вчерашние пациенты соревнуются в стрельбе, настольном теннисе, мини-футболе, плавании, шахматах и легкой атлетике. Более 500 счастливых детей. Здесь больше нет истории болезни, только истории побед. Полина долго целится в воображаемого врага – злокачественную опухоль костей – и нажимает на курок. Она мужественно вытерпела 14 долгих курсов химиотерапии. А нахлынувшие слезы говорит – от счастья. Мне просто радостно. Может, те дети, которые переболели, видят мир по-другому. Они его видят в лучшем свете. Многие люди, им жизнь как бы недорогая, вот такие, и борются за нее. Вот. Все. На этих играх победители из 15 стран – Германии, Сербии, Хорватии, Турции, Казахстана, Украины, Индии. Адхиш сражался со своей болезнью в Мумбаи. О том, что у него рак, узнал свой 11-й день рождения. О том, что выздоровел и заново родился, готов рассказать всему свету. Как и он, свои победы на разных языках. Дети здесь посвящают тем, кто еще только борется со своей болезнью. Я пережил рак. Моя мама посоветовала мне заниматься спортом, поехать завоевывать медали в Россию, чтобы вдохновить на победу тех, кто сейчас борется со своей болезнью. Я очень рада участвовать в этих играх. Таким образом, я хочу доказать, что все остальные дети могут победить рак так же, как и я. Я приехала из Житомира. Хочу познакомиться с детьми, которые так же болели, как и я. Болезни лечатся. Нужно бороться. Я вот так же боролась целый год. Все детки выздоровеют и тоже будут участвовать в этих играх. За сегодняшних победителей в зале болеет Клим Сидоров. Пять лет назад он участвовал в самых первых играх. С тех пор каждый год приходит поддержать тех, кого он так понимает. Ты отвлекаешься. Это внутренняя победа. Ты не страдаешь. Ты просто веришь в себя, веришь во все. И побеждаешься. Идешь к мечте своей. Может, для каждого стать чемпионом. Даже в таких играх это мечта, это победа. Переживают за чемпионов и родители. Но голосов болельщиков все равно не хватает, говорят организаторы. Нашим детям очень нужны болельщики. Потому что одно дело, ты бегаешь так, а другое дело, когда на тебя смотрят с трибун. Приходите, дорогие москвичи, прогуляться и поддержать наших детей. У нас огромное количество развлечений. И батуты, и аттракционы, и всевозможные мастер-классы. Бесплатный вход. Все, все, все. Добро пожаловать. Три дня соревнований, от которых эти победители возьмут все. Потому что умеют, как никто, наслаждаться каждой минутой жизни. Счастье, что я живу, бегаю, я здоровый. Я могу жить нормально. Как все люди. Наталья Юрьева, Ольга Коваленко, Андрей Лесных, Дмитрий Бедров и Дмитрий Кочурин. Первый канал. Причиной крупного ДТП в Омской области стала чрезмерная усталость водителя. К такому предварительному выводу пришло следствие. Напомню, в среду автобус, который перевозил рабочих местной птицефабрики, выехал на встречную полосу и столкнулся с Камазом, груженным кирпичами. Погибли 16 человек, в том числе и шофер пассажирского транспорта. Как выяснилось, он за полгода переработал почти 600 часов, а в день аварии находился за рулем более полусуток. Манера увождения также вызывала вопросы. Пассажиры называли его шумахером. Проверка автопредприятия, которому принадлежал разбитый автобус, показала, что водители там работают почти без выходных из-за неполного штата. Полиция США застрелила одного из преступников, сбежавших три недели назад из тюрьмы строгого режима в штате Нью-Йорк. Сейчас в лесу у канадской границы пытаются задержать и второго, протесывают буквально каждый метр. Напомню, двое убийц, один из которых был осужден на 25 лет, другой пожизненно, в лучших традициях голливудского кино, проделали отверстие в стене камеры и через канализационную систему выбрались наружу. Такой за всю полуторавековую историю тюрьмы не удавалось никому. Своим преследователям беглецы оставили записку с пожеланием хорошего дня. Позже выяснилось, что помогала преступникам сотрудница исправительного учреждения, которая была влюблена в одного из заключенных. Она спрятала инструменты, необходимые для побега в замороженные продукты, и передала их через сослуживца. Оба арестованы и теперь сами могут получить срок. В Петербурге сотни людей сегодня вышли на улицы, взяв кисти, краски и мольберты, чтобы запечатлеть на холстах городские пейзажи. Акция проходит уже в пятый раз, и желающих открыть в себе импрессионистов становится все больше. Участников самого массового пленэра не пугает даже переменчивая питерская погода. Главное, по их мнению, уловить момент и закончить картину. Для начинающих художников организованы мастер-классы. Организаторы акции не исключают, что, как и полтора века назад во Франции, в северной столице, в наши дни примеры художников скоро последуют музыканты и поэты. А на московской сцене соединяют театр и мультипликацию. Британская группа 1927 в рамках Чеховского фестиваля предложила свой вариант прочтения древнего мифа о Галиме. Обаятельную антиутопию про гаджеты, которые заменяют человеку сознание, посмотрела Ольга Паутова. Что, если люди так же беспомощны и лишены воли, как нарисованные герои мультфильмов? Они пытаются бежать, не понимая, что стоят на месте. На вопрос «кто ты?» отвечают не с первой попытки. А на конверт здесь поставлена не только работа, но и чувства. Магический мир с вполне реальными проблемами. Английский театр 1927 привез историю о том, как век высоких технологий и искусственного интеллекта искусственным становится сам человек, уподобляясь бездушной машине. Причины создатели спектакля искали в древнем мифе о Галиме. Это история о том, как человек создает себе слугу из глины для выполнения черной работы. Если сначала Галим исполняет все приказы, то со временем он становится все более самостоятельным. И уже непонятно, кто кому подчиняется. Так вот, технологии — это Галим 21 века. Мы думаем, что они облегчают нашу жизнь, но на самом деле мы давно у них в плену. Здесь эстетика немого кино причудливым образом переплетается с журнальными вырезками, комиксами и анимацией. А сами актеры то ли выпали из этого мультика, то ли вот-вот станут его частью. Нелепые и смешные, с выбеленными лицами их не отличить друг от друга. Они даже говорят голосами персонажей какой-то компьютерной игры, которую раз за разом проигрывают. Весь мир, как рекламный постер. На сцене никаких декораций. Фон для динамичного действия создает только этот экран. На нем то и дело пульсируют слоганы и яркие картинки, задавая ритм восприятия, а не будто гипотизируют зрителя. У нас здесь чистая математика. Все выверено до миллиметра. Шаг в сторону, и актер выпадает из рисунка. И все разрушится. За основу анимации я взял собственные фотографии, которые снимал в разных городах последние пять лет, чтобы, несмотря на весь этот винтаж, каждый из вас понимал. Да это ж про меня. Это вообще стиль их работы. Дотошно прорабатывать каждую секунду, каждую деталь спектакля. Например, прежде чем утвердить костюмы, режиссер семь раз отправлял их обратно в ателье на доработку. Три месяца по всей Англии искали актера на главную роль, а нашли эту хрупкую девушку. Впрочем, на сцене ее не отличить от мальчишки. Это абсолютно иной способ существования в спектакле. Ведь мы играем не с живым человеком, а с анимацией. И смотреть нужно не прямо на нее, а под определенным углом, создавая эффект 3D. Ведь таким способом мы оживляем картинки. И нарисованный мир выглядит реальным. Актеры этого театра уже не первый раз приезжают на Чеховский фестиваль. Два года назад они влюбили в себя московских зрителей представлением «Животные и дети занимают улицы», с которым собрали награды по всему миру. А начинала эта труппа с коротких выступлений в кабаре и на комедийных шоу, как группа разогрева к популярным артистам. Свой голем они называют не спектаклем, а ударом тока, от которого еще долго будут эти мурашки. Ольга Паутов, Вячеслав Черешко, Илья Репнин и Татьяна Бодрова. Первый канал. Любопытные кадры с трассы под Сыктывкаром оттуда стараются увезти медвежат-попрошай, которые больше месяца жили у обочины, научились делать стойку на задних лапах ради угощения. Порой движение там останавливалось. Каждый хотел не только накормить косолапых, но и сфотографироваться с ними. Однако пришло время вернуть зверей в дикую природу. Экологи считают, что они уже достаточно взрослые, полуторагодовалые, могут покормиться сами. Да и опасно их оставлять у дороги. Медведицу и одного медвежонка сбил грузовик. Оставшуюся пару решили эвакуировать, но один зверь сбежал. Не исключено, что он вернется на дорогу. На этом у меня все. Прямо сейчас программа Андрея Малахова сегодня вечером. В гостях Николай Соскоридзе.